Новая трасса в Новосибирск. Район деревни Базой. 9 часов утра. Все в ожидании полпреда. Пресс-служба Квашнина дает последние указания томским операторам и журналистам. Сзади не снимать, спереди крупные планы не брать, интервью без разрешения не писать. Сам полпред появляется в начале 10-го. Район в Кожевниковске есть на юге Западной Сибири. Достоинств в нем не перечесть. Его мы сердцем полюбили. Цель визита – проверка реализации приоритетных национальных проектов. По пути к автобусу Квашнин сообщает томичам. Он получил от президента добро на реализацию еще одной федеральной целевой программы. Называется она «Развитие Сибири». Кортеж отправляется в путь. Для начала полпреду показали два фермерских хозяйства. Фермер Василий Шевцов рассказывает о своих успехах. Начинал в 92-м году. Уходили с оттожа, вышли четыре брата, отец. По паям получили 130 гектар земли. Первый год получилось все. Люди увидели, что действительно у нас получается. И стали уже проситься на работу. Далее полпреда везут в другое хозяйство, тоже фермерское. Полпреду, несомненно, показывают только лучшие хозяйства. В этом, например, у фермера Владимира Селихова работает более 100 человек. Средняя заработная плата – 5000 рублей. Это зимой. А летом здесь получают в четыре раза больше. Этому хозяйству нынче 15 лет. Основной профиль – зерно. Сейчас у этого фермера почти 11 тысяч гектаров земли. Рабочие на перебой говорят о своем благополучии. Нормально. Не то, что нормально, а отлично. До этого, пока Селихова не было, уже загибались. Не было ни зарплаты, люди забивались. Вот, поддержал, три деревни, работу дал. После армянских шашлыков и небольшого совещания, которое снимать запретила полпредовская охрана, Квашнина везут в Уртам. Там в программе визита – осмотр школы и амбулатории. Технологическая цепочка. Это выражение сегодня у полпреда было самое ходовое. Его он не раз употребил и у фермеров, и в больнице. Вот вы должны четко представлять в целом всю вашу на основе прав и обязанности технологическую цепочку. Далее Квашнин собственноручно нарисовал схему, как надо работать по-новому. Вот ваша градация. В этой градации, в этой градации, соответственно, у вас сейчас совершенно другое. У вас сейчас нет больных. И не должно быть больных. Как пояснил потом полпред, вместо больных должны быть граждане. То есть, имел в виду Квашнин, надо проводить профилактику, а не ждать, пока болезнь проявится. Предупредительная профилактическая работа. Выявление болезни на ранней стадии у гражданина. Именно выявление у гражданина. И, по сути дела, ее лечение. Лучше лечение не хирургическим, а профилактикой. Если, а хирургически, вы тогда его туда, в ту стену, в район. Ну, так вот, исходя из этого, у вас должна быть технологическая цепочка вашей этой структуры. А еще сегодня в амбулатории Квашнин подверг резкой критике правительства. И, в частности, министра Зурабова. Эту больницу, как оказалось, президентская программа фактически не затронула. Здесь до сих пор нет необходимого количества компьютеров, автомобилей. А зарплаты медикам с начала этого года выросли всего на 8%. Анатолий Васильевич еще и упрекнул областные власти. Сказал, что договор с министерством заключен беззубый. И потребовать что-либо от федерального центра по этому документу будет крайне сложно. Разобраться в ситуации он поручил в течение месяца. После этого срока Квашнин пообещал вернуться. К этому времени все технологические цепочки должны быть готовы. А у медиков, цитирую, сознание должно перевернуться. Продолжение следует...